В последние дни внимание в новостях приковано к президенту Керсти Каллилайт, которая является также премьером женщины, которая сделала успешную карьеру. Помимо того, что она выборная глава государства, Каллилайт – многодетная мать, жена, в прошлом высокооплачиваемый европейский чиновник. Как женщине достичь баланса в жизни, реализоваться в семье на работе, поговорим с представительницей сообщества женщин, предпринимателем, руководителем школы бизнеса Анной Кульп. Доброе утро, Анна. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот семья, работа, увлечение, отдых, любая сфера деятельности требует достаточно большого количества времени. Есть ли у вас свой личный секрет, как все это совмещать и совмещать успешно? Есть секрет. И это планирование. На самом деле план – это наше все. Тайм-менеджмент так называемый. И вы делитесь этими секретами или это тайна за семью печатями, которые вы нам в эфире озвучить не готовы? Готовы. На самом деле календарь, Google календарь – это, в общем-то, самое, наверное, важное. И тут, знаете, такой женский и мамский такой лайфхак, когда мы наши семейные дела вносим в календарь. То есть наравне с другими встречами, наравне с бизнесом, наравне с какими-то мероприятиями, точно так же мы пишем «сводить ребенка на массаж», «отправиться на семейный ужин» и прочее, прочее. То есть оно просто все в календаре. Я такой лайфхак впервые услышала от Хакамады, которая сказала, что она вносит свой календарь даже в вечерний поцелуй ребенку. И меня это поразило в свое время. Но, возможно, это действительно очень помогает женщинам. Я еще добавлю к этому лайфхаку. У нас, например, в семье такая договоренность, что в календаре, как известно, можно выбрать различные опции. Например, свои рабочие дела, которые в рабочее время я вношу под зеленым цветом, это лично мое. А если что-то после пяти вечера, когда это может сказаться и на других домочадцах, то это оранжевый цвет, и это видно всем членам семьи. Да, еще, знаете, есть полезная функция – расшарить. И таким образом, когда мне нужно куда-то вечером уехать, а мой супруг должен посидеть с ребенком, то, соответственно, я расшариваю на него, что у него прогулка с младшей. Ну, я это имел в виду. Ставите мужа перед фактом просто, фактически. Ну, тут, знаете, кто занял вечерок, тот и молодец. Кто первый с полтовой тапки. Но вообще одним из самых таких обсуждаемых или спорных моментов является вопрос, а что такое успешная женщина? Вот каким образом можно определить, что женщина успешна? Для одних это семья, много детей, а для других, наоборот, карьера. Женщина, вот как наш президент, в свое время была высокооплачиваемой европейским чиновником. Я на эту историю смотрю очень просто. Женщина должна быть счастливой. И вот счастливая женщина – это успешная женщина. Есть люди, которые реализуются дома, семьей. И это классно. Я, к сожалению, не отношусь к таким. Я все-таки больше публичный человек. Мне нравится строить бизнес, мне нравится вести переговоры, мне нравится придумать стратегии. Это меня настолько увлекает, что я счастлива в том числе и там. Но это никак не отменяет моей семьи, это никак не отменяет моих, я не знаю, походов к массажисту с ребенком и прочих вещей. С другой стороны, вот сейчас мы живем в такое время, когда быть целеустремленным, ориентированным на успех и успешным просто модно. Это такой вот must-have сегодняшнего дня, что называется. И получается, если у тебя нет каких-то модных увлечений, ты не состоялся в какой-то сфере деятельности, то ты вроде как просто коптишь воздух и деградируешь. Не навевает ли это на мысли о том, что такое навязывание стереотипов приводит к появлению лишних комплексов у людей? Я думаю, что комплексов точно прививает. Но тут зависит на самом деле не столько от того, как люди к этому относятся. Дело в том, что у нас в Эстонии и вообще сейчас во многих странах идет такая популяризация бизнеса. Дескать, бизнес нужен всем. Но на самом деле это сущее неправда. Есть люди, которым бизнес противопоказан. Бизнес – это ответственность, бизнес – это лидерство, это умение вести за собой. Есть люди, которые хотят прийти, устроиться в найм, работать и снять головную боль. Про налоги, про аренду помещения, про зарплату сотрудникам. Не всем это нужно. И это тоже надо уважать. Это такой определенный кайф. Но в тот момент, когда идет вот эта популяризация, то рядом как будто бы человек занимается бизнесом, и он такой весь крутой, и он такой весь успешный и успешный. И в этом плане, конечно, другой человек, который не хочет этого бизнеса, но идет такая массовая атака, конечно, может чувствовать себя немножко неловко. Но если вы знаете, что вы классный специалист, который работает в найм, гордитесь этим, потому что у нас сегодня в Эстонии, но у нас все предприниматели, у нас найти работника качественно толкового очень-очень сложно. Поэтому днем с огнем и с руками и ногами отрывают именно профессионалов, которые готовы работать в найме. Что такое женщина-предприниматель? Это в основном женщина, которая занимается, скажем, мелким предпринимательством. То есть, например, есть хобби, которое постепенно перерастает уже и в бизнес. Многие занимаются каким-то рукоделием, например. Или все-таки есть женщины, которые действительно руководят большими фирмами и делают большие дела? Это на самом деле не относится конкретно к женщинам. Есть и мужчины, и женщины. То есть нет тут такого гендера, но тут разница... Ну, извините, перебью. Просто если мы посмотрим, например, на топы наших богачей, то там в первые сотни женщина раз-два и общался. Да. И так на самом деле будет, скорее всего, всегда просто потому, что женщина бизнес чувствует душой. Мужчина как выбирает бизнес? Он видит нишу, он видит профит, который он может заработать, и идет. Это все правильно. За 2000 лет ничего не изменилось. Как надо было мамонта домой тащить, так его по-прежнему надо тащить домой. Женщина выбирает душой. Почему? Потому что она хочет мир спасать. Потому что по природе она так устроена, что она хочет спасать мир. И она выбирает себе такую нишу, как правило, может быть, не какую-то, ну, скажем так, высокооплачиваемую, да, или там, где надо, может быть, зубами что-то вырывать. Она идет своим путем. Более того, если она исходит из своего хобби, если она умеет свое хобби монетизировать и делать это хорошо, то, в общем-то, она добивается успеха. Но это все-таки я бы называла самозанятость. Потому что вот тут вот как раз нет вот этого гендера. Есть мужчины самозанятые, есть бизнес, но бизнес – это про бизнес-процессы. Это выстроенные процессы, когда собственник управляет. Не работает сам руками, а все-таки управляет. И у мужчин, и у женщин тут одинаково. А есть самозанятость, когда человек делает себе рабочее место и работает. Связали варежки, пошли продали варежки. Опять связали варежки. Сколько членов насчитывает ваше сообщество женщин-предпринимателей? На сегодняшний день нас почти 200. И мы не ограничиваемся одной Эстонией. Мы с самого начала, когда открывали сообщество, просто вышли сразу за пределы Эстонии. Поэтому у нас пять стран в сообществе. А чем делятся? Какими проблемами делятся женщины-предприниматели? Какие вопросы их волнуют больше всего? Вы знаете, это бизнес вопрос на самом деле. Мы расширили нашу, скажем так, сетку. И мы говорим, давайте будем говорить про детей. Давайте будем говорить про то, как не хватает времени на воспитание. Но это правда, да? Стоит все-таки согласиться. А говорят все равно про налоги, деньги, зарплаты. А говорят все равно о работе. Но когда встречаются, но когда происходит какое-то обсуждение, говорят о том, как правильно нанимать персонал. Ой, девчонки, посоветуйте. И большинство таких вот посиделок, особенно если они, скажем так, офлайн где-то в кафе встретились, представители женщин из бизнеса, они обсуждают бизнес. Ну что ж, и сегодня мы говорили о бизнесе. Хотя и семью чуть-чуть затронули. Анна Куль была у нас в гостях, представитель сообщества женщин-предпринимателей и руководитель школы бизнеса. Спасибо. И удачи в бизнесе. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Продолжение следует...